Чё у вас до сих пор детская просроченная уже? М? На полках. С сентября, сейчас вроде январь 22-го. А у вас с сентября детская просрочка. А чё, как? Просроченная? В сентябре? А чё, вторая тоже просроченная? Вторая тоже просроченная? Чё, не снимаете-то? Ну, только по детскому. Что же опять такое-то? Опять у вас как-то плохо всё это. Ну что, ребят. В очередной раз в этом магазине нам продали просроченное детское питание. А, другой директор. А просрочка детская всё ещё продолжает лежать здесь? Ну, извините. И всё, извините. И всё. Больше такого не будет, это точно. Я вам советую тогда через год отсюда уволиться. У нас не может быть просроченного детского питания, особенно что-то его продали. Не может быть? Ну что, ребята, как и думал сотрудникам магазина, по херу. И у них лежит просрочка с 10-11-22-го. Та самая, которую одну вчера я здесь оставил. Хочу заметить, не подложил, а именно оставил, потому что она уже принадлежит магазину. Та самая, как и думал сотрудникам магазина, по-другому, 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 по-другому. А это нельзя, что ли? Ну, просто у вас этого объясняет. Возврат снимаю. А, ладно. Когда было куплено, мне надо время, если у вас нет чека. 583, время покупки 1554. Это чека было, правильно? Да так что было. Там были соки, кока-кола и вот эти три продукции. Ага, а чека нет, да? Нет, потерял. А где остальные-то? Употребил. А, остальные на полке лежат. Нет, я у них не правы. Не внутренне. Употребил. А че так можно было, что ли? Подайся от этой тети, она в прошлый раз кидалась на нас. Буду кушать его. Я реализирую, молодой человек. Давайте мы не будем здесь разводить демагогию. Ты че делаешь, женщина? Отойди, не толкайся. Ты грабеж пыталась совершить, да? Мы работали. Теть, бабуль, грабеж пыталась совершить? Какой грабеж? Или порча имущества? Иди нахуй. О, и матом еще в магазине. Молодец. Вот, вот типичный сотрудник тухлопритона. А куда у меня забрали корзиночку? А вы директор или вы просто в свитере? Администратор. Администратор. А что у вас до сих пор детская просрочная уже? Где? На полках. С сентября сейчас вроде январь 22-го. А у вас с сентября детская просрочка. Вот это человек. Это? Это мне. Ну что, я бы сказал. Да. Сейчас, давай посмотрю. Давайте. Вот это там еще лежит, тоже надо снять. Это еще, я бы это сниму. Давайте. Ты что, как? Просрочено? В сентябре? А что, вторая тоже просрочена? Вторая тоже просрочена? Что, не снимаете-то? Вторая просрочена. Не, вон у нее в руки просрочены. С сентября с 10-го месяца. Или смотрите детская, да? Хорошо. Ко мне претензии есть? Да, есть претензии. Ну только по детскому, что же опять такое-то? Опять у вас как-то плохо все это. Опять детская. Во всем районе детского нет, у вас есть. Все то же самое. И вас с Новым годом. Не подскажете, а детское питание годное до 30-го, 12-го для детей с 5-ти месяцев, это включительно? Ну конечно. Нет. До 30-го, я понял, спасибо. Ну что, ребят. В очередной раз в этом магазине нам продали просроченное детское питание. Сегодня у нас, напомню, что 31-го, 12-го. А это позиция годная до 25-го. Конечно же, у нас такая позиция еще лежит на полочке. Вот, будем в онлайне снимать вам. Опа. Ну это включительно. Сегодня 31-го, но включительно по 30-е. О, по-свежее продукции. До 30-го, 11-го. Главное соблюдать ротацию. Вот эта девушка кидалась на Артема в нашем первом выпуске. До сих пор работает. Ничего не изменилось. Директор у нас все та же, которая была первый раз. Ну и, конечно же, супервайзер тот же. Делать заявление в полицию в преддомогодние дни вообще нет никакого смысла. Проще, на самом деле, приепать в Тулу и написать заявление в Роспотребнадзор, чтобы они их проверили. Тем более, мораторий заканчивается с 1 января. Надеюсь, его не продлят. И данную пятерочку местные органы Роспотребнадзора на самом деле проверят. И не будут им просто выносить предостережение, потому что тут уже неоднократно продается детское просроченное питание. И надеюсь все-таки, что магазин привлекут. А пока пойдемте дальше, посмотрим, что тут еще есть. Может быть, даже кто-то из администрации к нам захочет подойти. Но это не точно. Вот яички, изготовленные 6-го, 12-го, 22-го. Срок годности у них, конечно же, 25 суток. Давайте посмотрим, до какого же они годны. Ой, да они же уже сегодня просрочены. Ай-яй-яй. А время уже, ребят, пол первого. Работает магазин с 8 утра. Вот такая вот красивенькая тележечка у нас стоит в зале. Почитаем условия охранения у данной продукции. Храните при температуре от минус 2 до плюс 2. Но в зале это нормально. У нас что-то от минус 2 до плюс 2. Пусть постоит. Пусть постоит. Годно до 27-го, 12-го. Но сегодня же не 31-го. Нет, ребят, нет. Как думаете, такая же? Ну, конечно же. Пятерочка же как в дикте. Просрочка партиями. И еще одна. О, другая. Красненькая. Но тоже просрочена. Меняем цвет на зеленую. Но сроки все те же. Ну что, козинка, наверное, уже будем считать, что полная. Пора брать тележку. Конфетки годные до 18-го декабря. Конечно же партии. А рядом до 7-го, 11-го. И самый свежий товар у нас здесь. Это же, конечно же, просрочка с 27-го, 10-го, 22-го. И еще. Давайте посчитаем вместе. 8-10, 60 суток. Это же где-то 8-е, 12-е. Но сегодня же не 31-го декабря. Нет, нет, нет. И, конечно же, просрочка партиями. Ну, ротацию здесь абсолютно соблюдают. Вот эта продукция была в самой задней части полки. И, соответственно, она у нас умерла в 11-м месяце. И, конечно же, конечно же, это дикси. Ой, то есть это пятерочка. Просрочка у нас с партиями. Вот очередные рекордсмены с 22-го, 10-го. Извините, можно одного сотрудника? Там просто высоко я достать не могу от определенной продукции. Вот, а целый директор сейчас нам будет помогать. Вот у вас вот здесь вот наверху лежат просроченные продукты с 22-го, 10-го, красная. А можете снять остальное, да? Отлично. Сами справитесь, да? Вот такие вот у нас капсулы. 28-10-20. И срок годности 2 года. То есть это, опять же, в 10-м месяце уже сдохло. Я просто смотрю, вы набираете просроченный товар. Да, я такой. Все верно. Поэтому я вам предлагаю обменять товар. На что обменять? Ну, взять такой, что свежий. Я знаю, что если покупателю продали некачественный товар, он имеет право на обмен, либо возврат, правильно? Да, вы у нас уже совершили покупку. Да, совершил покупку. Мы возврат вам сделаем. Все. Вот. И этот мы предлагаем либо заменить вам товар свежим. Я же его не купил. Как вы мне его замените? Нет, если пробивать я не хочу. Я и не собираюсь это пробивать. Я могу приваться, все утилизировать. Все, отлично, я как закончу, я подойду к вам и это вместе утилизирую. Хорошо. Отлично. Пацанк, успех ушел. Не получилось, не фортануло. А вы здесь кто, директор будете, да? Нет, я администратор. А, администратор. А что у вас курточка такая? Холодно? Нет, у нас такие. А директора нету? Директора, уходной все. Выходной все. Привет ей, я просто здесь был год назад. Просил ее очень следить за детской просрочкой. У нас директор поменялся. Поменялся, а там вроде на стене та же самая нарисована. Нет, нет, не она. Другой нет. А фотографию не поменяли? Фотография другая, директор. А, другой директор. А просрочка детская все еще продолжает лежать здесь. Умеете, могете. Ну, извините. И все, извините. И все. Ну, а что я вам скажу? Ну, понимаете, как бы я бы меньше претензий к вам делал, если бы у вас детского не было. Но я уже не первый раз прихожу, и у вас детская просрочка. Не на один день. Я понимаю вас. Ну, когда вы начнете следить за детским питанием? Ну, мы работаем. Работаете. У вас там просрок с 20-го месяца. Вы хорошо работаете? Все просмотрим. Все просмотрим. Все будет по-другому. Директор у нас новый первый месяц. Мы будем следить. Вы знаете, у меня нет желания вызывать полицию в такой день, да, 31 декабря. Я поэтому приеду домой и просто напишу заявление в Роспотребнадзор на вас. Хорошо. Хорошо. Все. Можно позоверить? Да, конечно же, позову, куда мне деваться. Не заказ уже выезжать с этим. Хорошо. Отлично. Вот чисто для себя лично хочу просмотреть еще раз детское питание и удостовериться, что может быть действительно только одна позиция, а хоть она и была партией, была просрочена, может быть другой просрочки я здесь не найду. Посмотрим, ребят. Вот у нас продукция изготовлена 25-11-2021, срок годности, конечно же, 12 месяцев. То есть, если считать, что та просрочка детская была на 1-2 дня, то вот эта позиция уже просрочена больше, чем на 1 месяц. И вы думаете, она здесь одна? Третья, вторая, третья, ну вот это еще свежак, четвертая, пятая, шестая. Это тоже свежак. Свежие. Свежие. Ну, наверное, все, остальные уже свежие, кажется, да? Просто в одну коробочку подкинули. Ну да. Итого шесть позиций, шесть детей можно было данной продукцией отправить. Продолжим поиски дальше. Итак, ребят, третья позиция. 15-12-22. То есть, уже на две недели эта позиция просрочена. Пятая позиция. Годно до 10-11-22. Давайте, знаете, что сделаем? Вот эту одну позицию оставим на полке. И придем на другой день, проверим их, насколько они ее убрали. Поставлю ее подальше, чтобы простой покупатель не смог выкупить. Вот так вот вдалеке я ее оставлю. Пусть постоит, а завтра пойдем проверим. Рахат луку. Просроченный до 13-12-22. Ням-ням-ням. 22-09-22. Срок годности 90 суток. Как крути не крути, в районе 22 декабря это стало просроченным. Напоминаю, что мы находимся в Дикси. А, нет, ребят, в пятерочке. Ну, в пятерочке, так же, как и в Дикси. Просрочка партиями. Ну, вот свеженькая лежит сзади. Не подскажете... Так, это у нас... Это хлеб Орловский? Да. А это батон нарезной? Да. Все, спасибо. Я же правильно понимаю, что он изготовлен 8-12, у него сроки 24 часа? Бумаги надо обновить. Да ладно. Это вы с 8-го числа бумаги не обновили? Сейчас хлеб подступал на... Ага. А, бумажек не было, да? Поэтому вы их не поменяли. Понятно. Ну, хлеб качественный. Ну, вот в плане хлеба, ребята, немножко даже удивлен. Не нашел ни одного и просроченной продукции, не считая того, что здесь была пара срочка с 9 декабря. Вот лучше бы они так, конечно, сидели за детским, но хлеб тоже. Хлеб это мать, поэтому... Молодцы. По крайней мере, по отношению к хлебу. Я просто похлопаю. Алло. Здравствуйте, это Майя Сергеевна? Да, 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 да. Вы директор магазина «Пятерочка» улица Октябрьская, дом 5? Улица 50 лет Октября, дом 5, правильно? Да, да, да. Меня зовут Максим, я у вас частый покупатель. В прошлом году был у вас в начале января, приобрел детское просочное питание, попросил директора, не помню, вы не вы были. Чтобы директор внимательнее следил за детским питанием. Сегодня пришел и также приобрел у вас детское просочное питание, а также выявил порядка 10-15 позиций просочного детского питания. Самое, что там негативное было, это в районе 11-го месяца, там с 25-го, 11-го просрочка партии была. Как вы можете это прокомментировать? Извините, пожалуйста, спасибо вам за огромную помощь, что вы нам помогли. Вот, директор я совсем недавно, месяц только, вот, спасибо вам огромное, больше такого не будет, это точно. Но это не точно. Будем следить, ну, так как у нас на руку мало работает, вот, у нас вот сегодня, 31-й, это весь для наших посетов, двух смен. Знаете, просто директора меняются, я просто не знаю, как себя вести в таких ситуациях. То есть, прошлый директор в первых числах января обещал мне, что такого не будет. Сейчас я прихожу, как бы, практически через год, и опять детская просрочка, и вы мне снова обещаете, что такого не будет. Вот, я через год вернусь, а тут опять будет просроченное детское питание, и мне уже там, не знаю, новый директор будет, наверное, говорить тоже, что такого не будет. Вот, как вам верить? Если буду я, то точно так у меня. А, все, я понял. То есть, обязательно устроитесь на другое, но в другую пятерочку через год, потому что я приду, и чтобы мне другой директор также сказал, что обязательно просрочка детского не будет. Вот, я вам советую тогда через год отсюда уволиться. У меня очень большой стаж, и я не меняю несколько работы, чтобы не случилось. Директор, я совсем недавно, месяц только. Хорошо, ну, все, понял. Также, скажите, вот у вас при входе в служебное помещение стеллаж с хлебом был. Там наверху была информация, что хлеб изготовлен 8-12 декабря, вот, и ваш, не знаю, там, замдиректора или управляющая, не знаю, там, в курточке директора ходит. А говорит, что она не успела поменять информацию о хлебе с 8 декабря. А это сульчики, да, хлеб привозят у нас, они отдельно листочки дают, вот этот вот, который хлеб, который один день у них строил. Да, 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 24 часа, да. Да, да, да. Они отдельные листочки нам привозят вместе с клаванными. И вы, получается, с 8 декабря не успели их поменять, правильно? Нет, просто когда бывает, они привозят, а когда бывает, они просто не привозят. Ну, вот в текущий момент там лежали бумажки, говорящие о том, что хлеб изготовлен 8 декабря. Нет, нет, конечно, они привозят его каждый день. Ну, просто бывает иногда водители привозят только накладные и все, и больше не хватит. Ну, у вас, получается, с 8 декабря вот так вот только накладные привозили, без листочков? Ну, может быть, ну, нет, нет, вряд ли. Нет, может быть, когда не успели даже поменять. Я понял, услышал вас, Майя Сергеевна. Ну, удачи вам на данной должности. Все же, пожалуйста, следите за детским питанием, чтобы его не было в реализации просроченным. Хорошо? Спасибо вам огромное, огромная помощь. Да, конечно же, помощь. До свидания. Здравствуйте, это Антон Николаевич. Вас беспокоит Максим. Нахожусь в Пятерочке по адресу 50 лет Октября, дом 5, кажется, такой адрес. Купил и обнаружил у вас огромное количество просроченного детского питания, в том числе детское питание просроченное с 25-го, 11-го, 22-го года. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию в данном магазине? Ну, у нас не может быть просроченного детского питания, особенно, что для его продания. Не может быть? Ну, не может. А вы не могли бы подъехать? Я вам покажу всю эту просрочку. Я в Туле сейчас покажусь. А, в Туле. Я в полтора часа. Все, да, да, я в курсе, да, я, в принципе, тоже в Туле живу. Не знаю, может быть, смотрите, я где-то числа четвертого... Я не знаю, там на месте, нет? Нет, замдиректора. Директор не на месте, Майя Сергеевна, она не на месте, у нее выходной. Замдиректора, да, я к ней обращался, показал ей все это. Вот, она мне предложила все, что я собрал. Тут еще, как бы тележку просрочки набрал уже. Вот, она предложила все это утилизировать. Ну, они вам пробили это все на кассе? Нет, они мне пробили то, что я купил, там, просроченное детское питание и пряники просроченные, там, с 28 декабря. Да, это они мне пробили. Нет, я пока, думаю, не буду делать возврат. Я сначала напишу претензию на магазин и отправлю заявление в Роспотребнадзор, чтобы у вас провели проверку, потому что я был у вас год назад, где-то в первых числах января. И здесь был другой директор, и у нее также было просроченное детское питание, мне также его продали. Но тогда я полицию не вызывал, заявление не писал, потому что, ну, понадеялся, что директор все-таки будет следить за детским питанием. А сейчас выясняется, что тут новый директор, который здесь месяц. Да, она мне также обещает, что будет следить за детским питанием, но, понимаете, как-то странно, год спустя приходишь, директор меняется, а просрочка остается. Особенно детскую. Вот, а, понимаете, обидно за детское питание. Ну, вот давайте, если хотите, я вам сейчас на WhatsApp пришлю фотографию с 25-го, 11-го. Директор приедет? Ну, хотите, давайте, я еще покажу. А сколько она будет ехать? Ну, давайте, я не против. До свидания, с наступающим вас. Вот такой вот у нас супервайзер, который утверждает, что детского питания просрочного здесь не может быть. Предлагаю все это разложить, сфоткать для Роспотребнадзора и в дальнейшем ждать уже директора. Видео для сотрудников Роспотребнадзора с фиксацией, что я нахожусь в магазине города Алексеево, улица 5 октября, дом 5, 31-го, 12-го, в районе 12-21-го. Вот у нас продукция 25-11, 25-11, 25-11, 25-11. И срок годности у нее 12 месяцев. Еще, еще. Вот четко написано до 30-го, 12-го, до 15-го, 12-го, 30-го, 12-го. Вот такая вот продукция. До 27-го, 10-го конфетки, до 7-го, 11-го, до 18-го, 12-го, до 18-го, 12-го, до 7-го, 11-го. Продукция без даты изготовления. Рахатный пункт до 13-го, 12-го, 29-09, срок годности 90 суток. Вот, то есть это где-то 22-го, пропросрочно, идентичная позиция. Идентичная позиция, то есть 90 суток. До 27-го, 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 27-го. Тут у нас до 30-го, 11-го, до 28-го, 12-го, до 3-го, до 28-го, 12-го. 12-09, 60 суток, то есть это где-то в 11-м месяце умерло, идентичная позиция. 8-10, 60 суток, где-то 8-го декабря умерло, что и 31-е. Вот такие капсулы изготовлены 28-го, 10-го, 20-го, срок годности у них 2 года. Ну и, конечно же, яички изготовлены 6-го, 12-го, 22-го, срок годности 25 суток. Вот эта вся просрочка у нас здесь находится в магазине. Напоминаю, что сегодня 31-го декабря. Дата поставки 29-го, 11-го, 22-го, четко написано, что годен до 20-го, 12-го. Ох, я бы такой киви купил. Голубика, черный по белому, годен до 29-го, 12-го, 22-го. Повторяю, что я нахожусь в пятерочке, не дикси. Но просрочка все равно партиями. Кто вот угадает, до какого числа эта продукция годна? Вот у нас, ребят, холодильник. Продукция годна до 31-го, 12-го. Потребить до, до не включительно. Ну, подумаешь, еще немножко просрочка для детей старше 8 месяцев. Конечно же, партиями. Итого, плюс еще три штучки детской просрочки. Остановитесь! Здравствуйте. Я директор магазина. Ну, это вас супервайзер вызвал. Я не очень был против. Вот, пожалуйста, не подскажете. Какого угодно. На 31-го декабря. Он мне просто говорит, что там у меня детский просрочек с 25-го, 11-го. Он в это не верит. Давайте сейчас все будем вскрывать и заодно убедитесь, что там детская просрочка с 25-го, 11-го. Давайте. А вообще у тебя законное право... Снимать просрок? Да, да. Да что ты, черт побери, такое несешь. Снимать просрок с полки? Ну, вот, и берешь. Ну, вот взял. Вот сейчас она вскроет и себе увезет это. Нет, ну вообще ты не имеешь никакого права. Я не имею права помогать людям снимать просрочку в магазине. Я вас понял. Давайте что мы перекидываем? Нет, вскрывайте, пожалуйста. А, это надо... Портите. Ну, как хотите, мне все равно как. Вот такой дедушка у нас здесь, против того, что мы просрочку убираем. Я понимаю, что за. Ну, не до такой степени. Ну да, пусть просрочка с 25-го, 11-го для детей лежит на полочках. Я согласен с вами. Ну, не до такой степени. Ну, не до такой степени. Тоже без даты. Остальные с датами. Вот здесь дата должна быть. Даты нету, остальные с датами. Ну, хоть я не в этом нашу луну. Ну, и когда принимаете такое, должно осмотреть. А, мы же приходим в коробку. А, мы же приходим в коробку. Вот, убедитесь, пожалуйста, вот это. С 25-го, 11-го просрочено. Дата изготовления. Надеюсь, что вы будете смотреть за детским питанием. Спасибо, огромное. Ну, вы перепроверьте, ладно, детское все-таки еще работаю. Спасибо, огромное. Все, до свидания. С уступающим вас. Ну, что, ребят, в данном магазине я не первый раз. Очень расстроен, что в данном магазине продается просроченное детское питание. Тем более на месяц. Буду писать заявление в Распотребнадзор. Надеюсь, все-таки Распотребнадзор данный магазин привлечет. Впереди я их еще, конечно же, навещу. Посмотрю, как они проверили детское питание и убрали ли они просрочку, которую я им тут оставил. Вот, так что завтра, ребят, я еще приду. Ну, что, ребят, сегодня уже 1 января. Время в районе 4 дня. Да-да, темно. Вчера я здесь был и снял много просроченного детского питания. И, как вы помните, одну позицию я оставил, положив ее позади. Сейчас мы пойдем с вами в магазин и проверим, убрали ли они эту позицию или им похороны. Погнали! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что, ребята, как и думал сотрудникам магазина, похеру. И у них лежит просочка с 10, 11, 22. Хорошо работаете? Мы все просмотрим. Все просмотрим. Все будет по-пу-пу-сну. Та самая, которую одну вчера я здесь оставил. Хочу заметить, не подложил, а именно оставил, потому что она уже принадлежит магазину. Ну, как вы можете это прокомментировать? У вас тут детский просочка. Я пока разбираюсь. Вот сутки просто прошли, как я здесь был, а у вас вот до сих пор просочка садилась. Я сегодня, к сожалению, заступила на смену. А во сколько вы отступили? Час-дня. Час-дня, а уже 4 часа. Вы за 3 часа не смогли посмотреть детский полку. Я столько посмотрела, и сад, но здесь. Понятно, держите. Все постепенно, спасибо большое. А это тоже просочное? Нет, нет. Это все в стройке, а это я просто разбираю. А, чтобы это по порядку лежало, да? Да, тогда, конечно. Все понятнее. Ну, так вот, ребят. Вчера, после того, как я ушел, было время, чтобы все это убрать. И сегодня уже на протяжении 3 часов у них была возможность данную продукцию убрать. Но нет, просрочка уже с прошлого года, можно сказать, до сих пор лежит на полочках данного магазина. А сколько там ее еще, конечно же, никто из нас с вами не знает. Так что делайте выводы сами. Похрену ли сотрудникам магазина на детишек, которые проживают в бару, или не похрену? Пишите это свое мнение в комментариях. Ну, свои выводы, конечно же, ребят, я уже сделал. Поэтому обязательно в следующем году мы данный магазин посетим еще раз. И будем подавать на них претензии, и подавать на них в суд и в распотребнадзор. Здравствуйте. Зачем оно мне, а зачем оно вашим покупателям? Я тоже не знаю. Лежит на полке, хочу купить. Вообще похую. Здравствуйте, нет директора. Директор. Ни та надпись. Ни тот директор. Здрасте. Здрасте. Вы свободны? Ну, вообще не очень. Когда освободитесь? Ну, что, давайте мне, может, побыстрее только. Ага. Я у вас перед Новым годом просроченную продукцию приобретал, хотел бы претензию оставить. Ваш супервайзер сказал, что вы ее можете принять наручно. Давайте. Хорошо, сейчас. Скажите, почему у вас до сих пор реализуется просрочка, в том числе просрочка с 10 месяца? На полках. С 10 месяца имеется. Где 10 месяца? Где-то не увидели, наверное, девочку. У нас даже ревизия была. Может, проверяли все досконально, может, закинули. До пятого. Или до мая. Поэтому, видимо, закинули туда, поэтому и проверяли, не заметили. Как у меня, 17-ая. Ладно, сейчас запишу, оставлю. А что мне проверять? Принимать, принимать. Одну вы передаете руководству. На одной вы мне здесь ставите инициалы, подпись, число. А на своей я уже... Это забираете вы, да, уже. А здесь тоже? Смотрите, видите, вот там вот котлетки, они в начале декабря просрочены. Какие? Давайте покажу. То ли эти, то ли следующие. До 2-го, 12-го. Там вот так вот вся партия высоты. Что-то? Да, нет, всего хорошего, до свидания. А, хотел вас... Да, да, я сделаю, без вас уже, да. Хотел вас похвалить, у вас сейчас детского просочка нет. Спасибо вам. Да мы смотрим и проверяем, пытаемся, бывает, бывает такое, когда еще работает. Сегодня посмотрел все позиции, молодцы, все. Ну, хоть на этом спасибо. Все, до свидания, всего хорошего вам. А я тут сделаю, да? Да, да, сделаю, что-то, да. Все, возврат. Ну, это надо к ним сейчас. Ну, кому хотите. Для меня еще. Извините. Спасибо за извинения. Всего хорошего. Ко мне претензии имеются? Нет. Нет? Ну, ладно, до свидания. До свидания. Ну, собственно, вот так вот завершилось наше... Завершилось наше общение с данным магазином. Претензию они приняли. Теперь они должны будут сделать мне возврат на мой расчетный счет, перечисление. Навряд ли они его сделают. Поэтому через три месяца мы с ними увидимся в суде. А чтобы не пропустить ролик суда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пока.